Двойные платежки за вывоз мусора, большая комиссия за оплату коммунальной услуги. Эти и другие проблемы при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами обсуждали сегодня в Доме правительства. Пошел уже третий месяц, как в Чувашии действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Плата начисляется не по квадратному метру жилья, а на человека. Как и в любом новом деле, без проблем не обошлось. Фактически, вывоз отходов обеспечен из 1057 населенных пунктов республики. Это всего лишь 62% от общего количества. Основные причины – отсутствие мест накоплений и несогласованные графики вывоза. Там, где мусор вообще не вывозился, людям сделали перерасчет за оба осенних месяца. За ноябрь месяц счета выстрелены по всем 1718 населенным пунктам с одновременным в одной же платежке перерасчетом по 661 населенному пункту, в который фактически такого не вывозилось, на общую сумму 73 миллионов рублей. Обустроить места для сборов в селах и деревнях планируют за счет республиканской казны и программы инициативного бюджетирования. И этот процесс надо активизировать. Еще один недочет – двойные платежи. Чтобы не платить и в квартире, и в городе, и в доме, и в деревне, нужно предоставить справку региональному оператору о том, где проживаете. Тот же заявительный принцип действует и в случае, когда прописан в одном месте, а живет человек в другом. Юридическим лицам нужно подписывать допсоглашение с тем же региональным оператором. Мы сейчас со всеми юридическими лицами, владельцами нежилых помещений, заключаем договоры, заключаем допсоглашение на фактический вывоз. И фактический вывоз будет, сколько мы вывезем отходов, умноженный на тариф 4,42 рубля 22 копейки за кубический метр. Такая будет плата. Что касается платы, здесь тоже есть недопонимание. Ощутимая комиссия в 20 рублей от Сбербанка за оплату услуги – это итог того, что региональный оператор не договорился с банком. До введения новой системы с населения эти комиссии не брались, потому что с предыдущими были... Сейчас почему так берете? Ну, договоримся с оператором и... Сколько месяцев будете еще договариваться с оператором? Неделя. Еще один аспект – в новом 2019 году сумма оплаты за вывоз ТКО изменится. С 1 января 2019 года оплата при нормативе в 2,02 куба в год будет составлять 75 рублей 70 копеек с ростом 1,7%. Здесь меняется только ставка НДС, поэтому и такой рост. Со 2 июля рост 1,6%, размер тарифа 456 рублей 82 копейки, размер платы 76 рублей 90 копейки. При этом служба по тарифам предложила снизить объем и сумму для сельского населения до 57 рублей 10 копеек. Так как теперь оплата ТКО входит в коммунальные услуги, больше людей смогут претендовать на субсидии. Они предоставляются семьям, у кого более 22% от общего дохода уходит на оплату коммуналки. До 25 декабря все вопросы должны быть разрешены. Никаких двойных квитанций. Мы перешли с одного человека. Производителем мусора в твердых коммунальных отходах является человек. Организации производят мусор, соответственно, откуда тоже вывозятся. По другому вопросу эпидемиологической обстановки в республике цифры пока низкие. Гриппа в Чувашии не зарегистрирована. ОРВИ диагностировано у 628 человек. Пик заболеваемости Минздрав и Роспотребнадзор прогнозируют на март. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.